С нами на связи. Здравствуйте, рада вас приветствовать. Вечер. Смотрите, вот поясните, пожалуйста, понятно, что не пояснили сейчас истинную причину ухода с должности, в отставку, да, но поясните, пожалуйста, информацию от господина Данилова, это секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он в одном из комментариев сказал, что Российская Федерация сейчас на фоне смены власти в Молдове попытается сделать госпереворот. Что вам известно на этот счет и как вы видите дальнейшее развитие событий непосредственно в Молдове? Начнем с того, что для нас не является каким-то откровением тот факт, что Россия пытается провоцировать хаос в Молдове и сменить действующую власть. Мы буквально поголовно знаем российских агентов влияния, в этом ничего нового нет, равно как Россия пытается дестабилизировать ситуацию от случая к случаю в ГГУской автономии. Там есть очень ярые сторонники русского мира и специальные военные операции. Но в то же время я считаю, что основной кризис мы преодолели, хотя бы по той причине, что мы сумели разорвать то кольцо зависимости от Газпрома. Эту зиму Молдова переживает без российского газа. Да, нам существенно помогли международные структуры, Евросоюз в первую очередь, но мы продемонстрировали, что мы можем жить без российского газа. Сложнее ситуация с электричеством. Есть такая непопулярная схема, что Газпром поставляет бесплатно российские газы на левый берег Гнестра. В ситуации, когда правый берег платит существенные цены за потребляемый газ. Но, повторяю, это уже не российский газ. Этот бесплатный газ идет на Кучерганскую Гресс, в которой объявлена незаконно приватизированная Интеррао-С. И мы вынуждены брать у них электричество по предсказуемым ценам. В ситуации, когда наши попытки закупать электричество в Румынии, они обошлись нам очень дорого. Плюс есть такой момент. Вот тот факт, что Кучерганская Гресс работает и поставляет электроэнергию на правый берег Гнестра, она повышает стабильность энергосистемы, с чем мы столкнулись 23 ноября прошлого года, когда в Одесской области был кризис, спровоцированный ракетным ударом российским. И в этой ситуации генерация на Кучерганской Гресс... А, нет, линия электропередач, по которой шла энергия из Румынии, она отключилась. Но мы стараемся... Мы приняли новый закон о службе информации и безопасности. Мы сейчас думаем, что можно делать с российской пропагандой онлайн, что, конечно, достаточно сложно и пока нет прецедента в других странах. Мы стараемся инициировать диалог с ГГУской автономией и держать ситуацию под контролем. На левом берегу Гнестра есть, конечно, оперативная группа российских войск, но это условно российская группа, потому что после того, как в мае 2015 года Украина расторгла соглашение о военно-техническом сотрудничестве с Россией, Россия утратила возможность обеспечивать ротацию своих военных на левом берегу Гнестра через территорию Украины. Остается только Кишиневский аэропорт. И в этой ситуации сегодня в оперативной группе российских войск более 70% — это уроженцы Приднестровья с российскими паспортами, многие из которых даже не были ни разу в России. Для них это просто способ решить свои личные проблемы. И среди них нет желающих воевать и умирать за Путина, воевать с Украиной или против Республики Молдовы. Мы это знаем достаточно из надежных источников, особенно учитывая тот факт, что после 24 февраля прошлого года некоторые из этих вояк расторгли контракт и убежали куда? Убежали на правый берег Гнестра. Когда на левом берегу Гнестра был запущен фейк-ньюс о том, что возможна мобилизация, люди бросились куда? Бросились на правый берег Гнестра. И после 24 февраля три раза увеличился поток жителей с левого берега Гнестра, которые хотят получить молдавское гражданство. Абсолютное большинство людей на левом берегу получили молдавское гражданство, особенно после того, как 28 апреля 2014 года Молдова получила безвизовый режим в Шенгенской зоне. Поэтому ситуация сложная. Мы внимательно наблюдаем за тем, что происходит вокруг Одессы, Одесской области. И когда Россия заняла Змеиный остров и взорвала мост через Лиману-Заток, это был ясный сигнал для того, о том, что Россия готовит десант через Южную Бессарабию с выходом на Гагаузию, где очень сильны пропутинские, не пророссийские, а пропутинские настроения. Но Россия вынуждена была покинуть Змеиный остров. Что произошло с крейсером Москва, мы знаем. Украинская армия героически сопротивляется, и поэтому мне нечему добавить к тому, что единственной гарантией для безопасности для Республики Молдова является военно-политическое поражение путинского режима на фронте в Украине. Хорошо. Если говорить непосредственно о прогнозах. Понятное дело, что Молдова демократическая страна, и все решение за народом. В народе какие сейчас настроения? С учетом того, что российская пропаганда уже подливает так называемого масла в огонь, говоря, мол, люди недовольны реформами, которые происходят в Молдове. Хотя мы очень четко видим по результатам, что Молдова делает очень много усилий для того, чтобы принимать реформы для дальнейшего вступления в Европейский Союз. Очень много предел на работе для того, чтобы получить статус кандидата в члены Европейского Союза. Настроения в народе какие? Объясните, пожалуйста. Вопрос ваш очень правильный, и ответ на него не всегда выглядит радужно. Одным из аргументов в пользу того, что мы произвели, скажем так, плановую ротацию, премьер-министр Наталья Гаврилица ушла в отставку, и Дарина Ричан будет следующим премьер-министром. Он пользуется поддержкой нашей партии, которая имеет комфортное большинство в парламенте. И после того, как будет сформирована команда и программа, новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей. Один из аргументов в пользу нового премьера – то, что у него больше опыта в проблемах безопасности. А как, возможно, вы слышали, он был в том числе секретарем Совета Безопасности при президенте Молдовы Майя Санду. Но в то же время, если смотреть на результаты соцопросов, то атмосфера достаточно удручающая, скажу откровенно. Например, в ноябре прошлого года, среди опроченных, 17% считали, что Путин в Украине защищает так называемые ДНР и ЛНР. А 15,1% заявили, что Путин в Украине борется с нацизмом. Как вы понимаете, это много, это очень много. Это значит, что мы проиграли информационную войну с Россией. И тот факт, что мы закрыли некоторые телевизионные каналы, он не может изменить ситуацию в одночасье, потому что Молдова на протяжении десятилетий были в поле информационного влияния Российской Федерации, что, конечно, оставляет отпечатки в сознании людей. Поэтому настроения в области, в обществе противоречивые. Да, большинство поддерживает курс Молдовы на Евросоюз. Да, при этом следует учитывать активность нашей диаспоры, которая не участвует в этих социологических опросах, и среди которых абсолютный приоритет имеет проевропейские и антипутинские настроения. Но в то же время мы видим, что Россия находит, очевидно, финансовые каналы. Мы криптовалюты изменили мир для того, чтобы финансировать эти подробную деятельность против Республики Молдова. И нам, у нас нет повода для того, чтобы расслабляться. И еще момент. Вопрос Приднестровья. Стоит ли он сейчас на повестке дня в правительстве Молдовы? Вопрос стоит на повестке дня в том смысле, что 24 февраля прошлого года радикально изменила контекст вокруг Приднестровья. А Приднестровье оказалось в изоляции. 28 февраля прошлого года Украина закрыла те 452 километра общей границы. И Россия сейчас уже не может влиять на ситуацию. Хамские заявления Сергея Лаврова или Марии Захаровой, они, конечно, играют свою роль в информационной войне, но реально ничего не могут изменить для режима из Приднестровья. Одним из моментов, который следует учитывать, это то, что Евросоюз не ставит условия решения этого конфликта как условия для вступления Молдовы в Евросоюз. Это означает, что мы избрали такой сценарий ползучей европеанизации левого берега. Конечно, мы обсуждаем ситуацию. У нас есть и в парламенте, и в правительстве есть диалог на эту тему, консультации с гражданским обществом, с экспертами. Мы начинаем, конечно, с большим опозданием, но все-таки начинаем не только думать, но и готовить документы, которые потом лягут в основу конкретных шагов в направлении решения конфликта. Но ясно, что выброшена в мусорную казину так называемая формула 5 плюс 2 переговорного процесса, которая на протяжении более 20 лет была капканом для Республики Молдова, организованным Российской Федерацией. Все более популярным является точка зрения, что для левого берега не нужен никакой особый юридический статус, а нужен контролируемый процесс демонтажа структуры этого режима и процесс демократической интеграции людей с левого берега в реалии Республики Молдова. Конечно, нужно будет решать вопрос о тотальной демилитаризации этого региона. Это сложный вопрос, но в ситуации, когда украинская армия героически защищает Украину и демократию на основной части европейского континента, это фундаментальные условия для решения Приднестровского конфликта, оно соблюдается. И, конечно, нас не должна отпугивать сложность, потому что есть ответственность. Молдова должна быть территориально целостной страной, и на ее территории не должны находиться чужие войска, которые представляют угрозу и для нас, и для Украины. Поэтому, повторяю, с большим опозданием, потому что трудно объяснить, насколько тяжелое наследие получила наша партия, когда пришла во власть после выборов 11 июля 2021 года. Казалось бы, прошло почти два года, но система ожесточенно сопротивляется, реформы идут с трудом, особенно в юстиции. И это сказывается и на нашем рейтинге. Поэтому мы вот пошли по пути смены команды правительства, рассчитывая на то, что это даст нам новый импульс для обеспечения безопасности, борьбы с гибридной войной, с инструментарием гибридной войны, и с тем, чтобы европейская перспектива для Молдовы стала действительно необратимой. Вам говорим огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню, депутат парламента Республики Молдова Озан Антой был на прямой связи с нашей студией.